Как работает криптотрейдинг? Трейдер заводит депозит на биржу, начинает обдумывать сделку, ищет оптимальную точку входа, выбирает монету. Попытка первая. Опа! Видите, удача была близка. Трейдер надеется, трейдер думает, ну все, теперь-то я точно урву ее за одно место. Бахает на желтую кнопку. Извиняюсь за слово бахает. Ну что же делать? Третья попытка, последняя. Депота тоже не резиновый. Может хоть лол сюрприз дадут нам? хапнуть. И дальше, дальше трейдер делает следующую ошибку. Он засовывает деньги еще. Доводит еще депозит. Да. Опа! Есть! Еще разочек пробуем. Ну что, тоже надо деткам достать. Ну-ка давай, с***! Давай-давай, грибок, давай-давай! И в итоге удача улыбается ему. В итоге удача улыбается ему. Вот так вот, друзья. Грибочек из Супер Марио. Всем привет! Вы на канале Крипто Комманс. В сегодняшнем обзоре давайте поговорим про текущее движение биткоина. Смотрите, что у нас происходит глобально на общем срезе. До халвинга осталось буквально 3 дня. Ориентировочно 20 апреля он произойдет. И вот на графике мы видим с вами, что это будет четвертое уполовинивание награды за блок майнером в сети биткоина, который называется собственно халвинг. Первый у нас такой был в 2012-м, второй в 16-м, третий в 20-м. Соответственно, сейчас происходит четвертый. Вот он буквально через 3 дня. И посмотрите, обратите свое внимание на то, что цена всегда образовывала восходящий коридор перед этим халвингом, который я для вас уже начертил на графике. Как в первый раз, так и во второй, так и в третий, так и в четвертый сейчас. Посмотрите, обратите внимание свое. Ну, в третий раз у нас был немного неидеальный канал, потому что мы здесь сходили из него выше, потом вывалились из него вниз. Но, тем не менее, это все равно был канал накопления. Особенно, если мы отключим свечи, и тогда мы увидим, что по сетке средних скользящих здесь все было отлично. Посмотрите, не было таких экстремумов цены. То есть, в среднем мы торговались как раз внутри этого диапазона. И, кстати говоря, по сетке средних скользящих можно даже новые каналы начертить. Какие-то вот такие вот, если мы посмотрим. Это более взвешенная цена. И сейчас тоже мы где-то вот здесь. Давайте вернем обратно свечи и посмотрим, что получилось. Да, мы здесь образуем какую-то поддержку. Скорее, поддержку, из которой мы выбивались, но пробивались все равно наверх потом. Постоянно, посмотрите, как здесь, так и здесь. Так и здесь мы уже пробиваемся. И этот случай уникальный, потому что мы сейчас пробиваемся с вами выше All Time High до халвинга. Мы еще ни разу не переписывали предыдущий All Time High до халвинга. Всегда это происходило позже, обратите внимание. Но мы с вами об этом тоже говорили много. Получается, что мы в этот раз немного опережаем рынок. Давайте вернем эти каналы на место вот сюда. Посмотрим на них под таким углом еще раз. Ну, в общем, примерно вот такие каналы. Суть в том, что мы всегда из этого канала, друзья, пробиваемся наверх. И всегда, когда мы переписываем All Time High, в принципе, когда мы переписываем свой исторический максимум, в принципе, цена уже на месячном таймфрейме, да и на недельном зачастую, уже не возвращается вообще никогда практически к этим значениям. Ну, вот в прошлый раз мы, конечно, вернулись. У нас было ложное двойное дно, и мы вернулись на предыдущий All Time High. Как и здесь, в принципе, тоже. У нас здесь был промежуточный пик рынка, мы тоже вернулись на него. Ну, в общем-то, да. Мы каждый раз, когда переписываем All Time High, мы уже как минимум не уходим ниже него больше. Даже если к нему возвращаемся, да. То есть сейчас, по идее, по всей логике вообще и того, что происходит в мире, по идее, нас ждет супер-мега-гипер-тузэ-мун, да, с вами. То есть, ну, как иначе-то уже. Я вам тоже напоминаю, что по сравнению вот с этим пиком в 20 тысяч, сейчас у нас с вами, чтобы достичь тех же значений с учетом печати доллара, нам нужно стоить уже где-то 100 тысяч, потому что долларов напечатали уже X5 практически за это время. Поэтому нужно лететь наверх, как и золото сейчас нам показывает, что он летит наверх. Но локально, что мы видим, что мы падаем. Локальная коррекция у нас происходит, и мы рисуем такую, типа, двойную вершину по TRDR. Смотрите, вот здесь у нас был сильный продавец, нас пролили вниз этого канала, и здесь у нас снова появился сильный покупатель. Это четырехчасовой таймфрейм. Он, на нем сигналы более существенные, потому что, как мы знаем, часовой у нас с вами вот здесь покупатель не особо отработал, здесь продавец отработал. Здесь покупатель тоже отработал, был сформирован диапазон. Был покупатель, но дальше рынком продавили цену сильнее. Вот здесь у нас покупателя больше. Посмотрите, у нас здесь серьезный покупатель, и вырисовывается уже что-то подобное дивергенция. Нет, пока еще не дивергенция, но тем не менее, RSI уже, похоже, что сформировал разворотную точку на часе. На четырех часах RSI ушел тоже в супер перепроданную зону. И похоже, что, по идее, вот оно, может быть, это и есть двойное дно. Мы ушли чуть ниже вот этого дна, смотрите, которое было. То есть это потенциально двойное дно с медвежьей ловушкой, которое сейчас все зашартят, понимаете, подумаем, что мы еще идем ниже, потому что, по факту, то нам еще есть куда упасть, смотрите, даже с последнего импульса. Мы еще можем падать и падать до 0,5 FIBA на 55 тысяч долларов, до золотого кармана на 52 400 куда-нибудь. Но, возможно, что туда сейчас не дадут, если все зашартят, и мы отскочим. И, возможно, что вот этот отскок нужно будет тоже продавать, если мы имеем дело с более макро какой-то затяжной коррекцией в халвинг и после халвинга. Поэтому, если мы отскочим на 0,23 FIBA куда-нибудь на 66 тысяч, я бы даже, может, продал чуть-чуть, как трейдер. Потому что, как инвестор, конечно, надо сидеть, мы с вами только что об этом говорили, как инвестор надо сидеть до вот этих вот значений, понимаете, upper band, капитализации в 10 триллионов и выше. Ну, потому что вот мы только-только вышли из накопительного канала, и, понимаете, сейчас корректируемся в халвинг. Это ничто просто, это песчинка в океане. Поэтому самое главное, конечно же, оставаться в крипте, накапливать BTC. Можно пробовать торговать эту волатильность на всех лучших биржах, ссылки на которые вы найдете в описании. Я потенциально больше вот за такой сценарий, что сейчас будет отскок потом вниз. Но, опять же, смотрим, пока ничего не подтверждено. Может быть и сильный отстрел наверх, еще выше. Может быть и супер-мега-дамп прямо с текущих. Поэтому будем действовать по ситуации. Если резко нас прольют куда-нибудь на 68 фибу, на 61,8, на 52 тысячи, там можно откупать побольше марджин лонгов уже на свой страх и риск, конечно же, с дисклеймером. Потом еще стаканы, если мы вот так вот отдалимся, посмотрим, то мы здесь тоже видим, что достаточно, есть уверенность практически в том, что цену гораздо легче сейчас пампить, чем дампить. Посмотрите, какая поддержка. От 60 тысяч и ниже. 59, 58 готовы откупать беточек. И никто не продает до 66, вон, видите, на всех биржах на крупных на споте. Никто не продает. Здесь уже мы видим, что покупатель берется за дело. Дальше, да, вот здесь еще есть продавец по 85, уже и выше по 100. Но до туда еще дойти надо. А, и еще хочу сказать, дописываю резюме для маржинальщиков, для тех, кто торгует всем этим делом в средний срок, в том числе, а не только скальпит. Смотрите, что можно сделать-то. Если мы реально сильно сквизанем, вот пойдем по сценарию отскок падения или сразу падение, все, что ниже полтинника, все, что вот здесь вот ниже золотого кармана, в золотом кармане и ниже, на мой взгляд, то есть вся предыдущая вот эта зона проторговки, на мой взгляд, опять же, дисклеймер, не финансовый совет, друзья, я просто чувак из интернета, но на мой взгляд, это то, где можно уже безопасно практически сейв, откупать все с плечами, ну там со вторыми, типа, ну со вторыми вообще сейв, потому что, ну как бы, ну не упадем же мы на 25, я думаю, или упадем. Напишите в комментариях, думаете ли вы, что мы упадем на 25 или нет, потому что если мы не упадем на 25, то второе плечо это супер-мега сейв, и вы в итоге, ну как бы, очень круто на этой позиции прокатитесь. Можно, конечно, там и третья на свой страх и риск, но тогда уже цена ликвидации будет приближаться не в вашу сторону. Все, имейте это в виду, всем удачных сделок, профита и до следующей встречи, пока.